всем привет дорогие мои друзья с вами как обычно едоман и сегодня у нас в алкогольном обзоре коньяк коньяк армянский ординарный 5-летний royal амулет выдержка 5 лет покажу как он выглядит зеленая этикетка затемненная бутылка надеюсь будет хорошим армянские коньяки как я уже не раз повторял очень даже хорошие пока что все зашли мне которые я пробовал кроме восьмилетнего армянского алфавита на него тоже есть обзор кто не видел обязательно посмотрите предупреждаю сразу открывается он тяжеловато очень надо крутить с усилием и тянуть вверх ну какой-то звук открытия есть по идее коньяк должен быть хорошие как пять лет выдержки год урожая 2015 сорт винограда кангун тоже кто пропустил был обзор на чарльз бартон бренди там тоже кстати был тот же самый сорт винограда страна и место происхождения винограда республика армения регион арарат с рюмки пока что пахнет рисковато с коньячного с коньячного пока что тоже пахнет еще более рисковато ну как обычно дадим немножко постоять может быть под выветрится тогда уже определимся с какой посуды лучше пить либо с коньячной рюмки либо с коньячного бокала как я уже сказал запах рисковат виноградом здесь не пахнет в случае как было с бренди бренди прямо отчетливо пахло виноградом именно вином здесь пока запах непонятен бог с ним запахом давайте первую посмотрим как будет на вкус данный коньяк мое впечатление после первой рюмки пьется сначала он мягко спустя некоторое время приходит слегка спиртовое жжение есть спиртовой удар по горлу но он минимальный и на послевкусие отчетливо именно в горле уже чувствуется шоколадный привкус винограда пока я здесь не ощущаю никакого чуя вам сказать немного постоял в коньячном бокале и запах довольно таки развеялся он уже не так сильно не так не такой резкий запах как был изначально я я думаю что эти коньяки все равно нужно налить и дать хотя бы немножко постоять пускай наверно еще постоит есть еще также амулет royal амулет три года возможно снимем обзоры на него много наливать не будем пол рюмочкой хочу сравнить просто запах только налитого коньяка с тем который уже постоял здесь уже с коньячной рюмки слегка присутствует шоколадные нотки но очень очень отдаленно какая-то ванилька еще на дальнем плане очень очень незначительный запах но также запаха винограда пока не ощущаем с коньячного бокала уже под выветрился довольно таки приятный запах как говорится первое ничего нам не расскажет пробуем вторую до 2 конечно зашла получше нет такого сильно спиртового жжения но есть острое желание чем-то перебить этот привкус все равно есть спиртовой оттенок есть спиртуозность присутствует но она не такая уж что неприятная но все равно возможно его нужно пить маленькими глоточками они большими но мне очень у меня появилось острое желание закусить персиком да персик все перебивает им довольно таки неплохо с персиком я думаю хорошо пришла очередь коньячного бокала в коньячном бокале уже слегка виноград ощущается очень очень отдаленно просто такой с коньячного бокала уже нет какого-то шоколадного оттенка в ваниле тоже уже не присутствует а появляется такой небольшой виноградный запах с коньячного маленьким глоточком а вот с коньячного маленькими глоточками вот так то есть он постоял уже некоторое время спиртового жжения нет вообще приятно очень по горлу расходится теплом на послевкусие также но через некоторое время приходит легкий шоколадный оттенок и также слегка ванилька но ванилька очень очень отдаленно посмотрим на состав состав коньячные дистилляты выдержаны не менее пяти лет вода подготовленная сахарный сироп пищевая добавка краситель сахарный колер простой е 150 а вот в принципе и все срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения но могу я вам сказать что коньяк довольно таки и даже неплохой более стоит он очень даже дешево почему-то вот я последнее время замечаю что чем дешевле коньяк или бренди тем она почему-то лучше не знаю с чем это связано сейчас как обычно я хочу выпить с рюмки и сразу попробовать закусить персиком я думаю будет неплохо поехали третью кстати третья с коньячной рюмки опять зашла в принципе хорошо но опять есть слегка небольшой удар по горлу и спиртовой но очень очень минимальный но с персиком очень даже вкусно с персиком рекомендую классно заходит пока что мое мнение складывается о данном коньяке что брать его можно довольно таки неплохой за свои деньги он получше многих коньяков которые стоят дороже тех же самых грузинских коньяков тоже не так давно мы пробовали греми сеуле грузинский пять лет это был вообще трэш который пить невозможно у меня до сих пор где-то стоит не помню где сейчас я хочу еще с коньячного бокала закрепить все таким маленьким глотком чувствуется виноградик и чувствуется слегка ваниль обычная затемненная бутылка ничего в ней такого нет так что для коллекции можно тоже брать в коктейльном варианте скорее всего нет мне кажется кола здесь будет совсем неуместно ну а больше с чем лед ну лед соответственно добавлять не стоит и мои рекомендации этот коньяк когда нальете дайте ему минут пять постоять если вы просто этот коньяк нальете и сразу выпейте то он вам удовольствие особо не доставит но хотя бы пять минут постояв в коньячном бокале маленькими глотками я думаю довольно таки сойдет очень даже неплохо и на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем кто досмотрел это видео до конца не забывайте ставить большой палец вверх подписываться на канал и ждать следующее видео всем спасибо за просмотр пока пока